А теперь время гандбола. Стартовали первые матчи 1-4 финала чемпионата России. У женщины сегодня Кубань принимала Ладу. И пусть Лада не такая грозная, как 7-8 лет назад при Евгении Трифилове, но силой в российском гандболе эта команда по-прежнему остается. Хозяйки тут же почувствовали на себе плотную вязкую опеку Лады, которая не давала бросать с удобных позиций. Грамотно вязала, в общем, действовала очень собрано. До поры до времени больше половины своих мячей Кубань забивала после 7-метровых. В атаке Лада пользовалась быстрыми отрывами, которые случались регулярно. Жилинскайты, Черноиваненко, Шипилова, Горшкова были просто неудержимы. Преимущество в 5 мячей после первых 10 минут добавили уверенности гостям. Неудивительно, что к перерыву на табло горели цифры 19-12. К сожалению, стоит признать, что ту Кубань, которая иногда выстреливает, мы так и не увидели. Лада, в свою очередь, осознав, что игра идет, все получается, стала действовать значительно разнообразнее. Особенно классно выглядели края, которые постоянно перемещались, замучив краснодарскую оборону. Когда разница мячей достигла 10, игра фактически закончилась. Лада позволила соперницам сделать счет лишь чуть более приличнее, но не более того. 33-27, убедительная победа фаворита. Ну а гандбольный клуб «Звезда» продолжает преследовать неудачи, причем как на площадке, так и за ее пределами. На основном этапе женской лиги чемпионов «Звезда» потерпела три поражения в трех матчах этого этапа и практически потеряла шанс на выход в четверку сильнейших. Но, как я и сказала, и за пределами площадки тоже не все гладко. В связи с поломкой самолета «Звезда» сегодня не смогла вылететь в Удмуртию на первый матч 1-4 чемпионата России с университетом. Команда, как обычно, приехала в аэропорт, отпустила клубный автобус и отправилась на посадку. Вот здесь-то и выяснилось, что не стоило отпускать автобус. В итоге команда весь день провела в аэропорту и, согласно регламенту чемпионата, за неявку на матч несчастным канбалисткам «Звезды» назначено техническое поражение в этом матче. Мой коллега Данила Косинец сумел дозвониться главному тренеру команды Здравка Зовка, который и рассказал, когда и где они узнали о неприятных новостях касательно обидного поражения. Мы были в самолету, это было очень плохо посмотреть. Сказали, да, технические проблемы в самолету и шли в ванну, ждали там 3-4 часа, когда технические проблемы на самолету никто не любит ждать, понимаешь? Думаю, что нормально, девушки смотрели на ситуацию, ждали, да полетали, ждали, да нам скажут, да можем полетать. Играть сегодня игру, как мы планировали, не было возможно ради технических проблем самолета.